Здравствуйте, это канал Максим Мадзе и сегодня у нас будет видео по распаковке телефона от очень популярного бренда Sony Ericsson. Sony Ericsson Elm J10i, может быть J10i2. Я этот телефон еще пока не забрал, сегодня пойду его забирать из пункта выдачи и собственно мы там с вами тоже встрейдимся, я его заберу и я вернусь сюда, мы его распакуем и посмотрим, посмотрим это чудо техники. Ну что ж, погнали! Так, вот она, вот она здесь. Думаешь не откроется? Идем домой, блин. Что не подходит? Короче, я вернулся домой и давайте наконец-то распакуем это чудо техники, мне уже прям не терпится это сделать. Блин, штатив с камерой не очень удобно стоит, мне не очень удобно. Ну ладно, по-другому просто никак. Давайте ее откроем. Где же тут резать-то? Вот здесь отрежем. Иди нафиг. Вот какие упаковочки тут не очень прикольные. А хотите, чему тут удивляться-то? Опа! Тут какой-то кирпичик, штукатурка непонятная. Что тут есть? Давайте-ка тоже разрежем. Опа! Опа! Так, че здесь? Опа! Вот там! Фак! Дурацкий скотч! Ой, как... Какой... Какой противный звук! Блин, штукатурка еще эта. Ну, не штука... Ой, пенопласт. Какая штукатурка. Ну и режем здесь. Да, господи, как же ее открыть-то? Дурацкий пенопласт. Как он меня раздражает. Да что ты, е-мое! Застряли ножницы. Хорошенько запаковали, не так ли? Ладно, давайте. Все остальное. Тут еще один слой, зараза. Блин, как все липнет к рукам, а? Так, где-то здесь разрез должен быть. Ну-ка, давайте попробуем. Так. Все липнет к рукам. А-а-а! Так. Убираем. Вот шнурок какой-то, видимо. Зарядка. Это прикольно. С фастпортом. И... Вот он, вот он, сам телефон. Давайте его откроем. Ну уж же ее... Вот он, наш телефончик. Отличного качества. Состояние абсолютно новое. Давайте я вам покажу. У меня есть такой Sony Ericsson. Сейчас, где-то в коробке. Вот, у меня есть такой Sony Ericsson. Розового цвета. Достался от тети моей, поэтому он розовый. Он не включается. Ну, по ощущениям он не такой. Немного пластик у него, на ощущение, немного другой. Царапается сильнее. Вот эта вот надпись очень сильно... Можно... Эта надпись очень быстро сотрется, я боюсь. Но это ничего страшного. Так, состояние вообще идеальное. Вот сами посмотрите. Ой, извините. Ссылка на этот телефончик будет под видео. Я его купил за 2000 рублей. Там со скидкой продавалось. Но сейчас там скидки нет, наверное. Там, может, он и по 3000 будет продаваться. Посмотрим. Здесь у нас русская клавиатура. Ну, тут, по сути, английская клавиатура. Просто русские буквы подпечатали сверху. Блин, как мне этот телефон нравится. 5 мегапикселей, фонарик. Что-то еще. Ну, и кнопка фотоаппаратов. Кнопка громкости. Фронтальная камера для видеозвонков. А здесь случайно нет всяких этих пленок. Да, здесь, по-моему, есть пленка. Давайте ее снимем. Ну-ка. Вот здесь нет пленки такой. Нет, нету, конечно. Как снять эту пленку? Да, это пленка. Давайте ее снимем. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай, зараза, давай. Как бы ее подцепить, а? Ногти, видимо, у меня не для этого созданы вообще. Готово. Давайте откроем. Нет, нет. Сначала посмотрим, что еще внутри. Внутри больше ничего. Внутри коробки больше ничего нет. Так, как бы эту крышечку открыть? Она открывается... Не так-то просто. Ее очевидно не сдвигать. Ее надо как-то вот так тянуть. Но что-то я не знаю, как... А, вот! Зазок, чтобы открыть крышку. Зачем я ее тяну-то? Вот так вот она открывается. Не застревай, пожалуйста. Здесь что-то написано. Непонятно что. Аккумулятор. Здесь на нем еще что-то наклеено. Зачем на контакты что-то клеить? Я не понимаю. А еще и к рукам липнет. Уберите от меня всю эту хрень. И вот это тоже убираем. Сколько у нас тут батарейка? На 1000 мА. Нормально. Батарейка вроде новая по состоянию. Все надписи J10i2. Это отличная модель. 2010 года выпуска. Давайте вставим сим-карту в нее. Посмотрим, как работает. Далее. Что у нас тут идет? Карта памяти. Давайте карту памяти в microSD вставим. Разъем для нее находится вот тут. Так, вроде вставили. Вставляем аккумулятор. Опа. Ну и закрываем заднюю крышку. Как она закрывается? Не очень качественно, конечно. Пластик сделан этот. Дурацкий. А, вот так. Или не так. А, вот так. Все понятно. Блин. Нет. Не понимаю ее, что-то как закрыть эту крышку. Защелкнуть надо ее. Все. Все, все защелкнуло. Отлично. Ну и давайте включим. Нажимаем. Отлично. Включается. Этот не включается. У него подгорели контакты на аккумуляторе. Контакты из-под аккумулятора подгорели немного. У него и он не включается. Вроде все запускается. Мы проверим, как тут что работает и так далее. Звук работает. Загрузочный экран. Подлагивает немного, но это вообще не страшно. Язык телефона. О, а телефон-то почти сел. Но это ничего. Русский выбираем. В телефоне имеется Wi-Fi. Это довольно интересно. Так. Ну давайте сразу время и дату поставим. Время у нас 14.49. 14.49. Дата. Дата, 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 дата. 21. 08. 2020. Дата установлена. Давайте. Сделаю это попозже, ладно? Так, ну в общем, все вроде бы работает. Проверим. Джойстик работает по всем показателям вверх-вниз. Но это на Вике на самом деле какой джойстик. О, сообщение пришло. Проверим, как работают кнопочки. Все работает. Проверим, как работает музыка. Прикольно. Какие сигналы вызова тут имеются? Прикольно. Ой, и куда же ты нажал-то? Ну-ка вернись обратно в диспетчер файлов. Ладно, давайте посмотрим видео. Тамаролик давайте посмотрим. Тише, тише. Посмотрим демо ролик. Тут какая-то аж непонятно, что горит. Я это все буду настраивать, конечно, потом. Конечно, телефон этот китайский непрочный. Надо его стараться не ронять. Еще здесь что-то горит. Может Wi-Fi включен, я не знаю. В телефоне Wi-Fi есть. Медленный, конечно, но тем не менее есть. Да, можно музыку играть. Да-да-да, мы в плеер сейчас зайдем обязательно. Ну что ж, давайте проверим темы. Ну, темы обычные. Оставим эту. Игры. Что из игр есть? Кодра поп. Только. Вообще, у этого телефона очень нехорошая ява. На ней очень много. На этом телефоне во многие игры поиграть можно. В общем, игры работают. Как вы видите. Что есть, что есть из приложений? Несколько приложений. YouTube есть. Ну, YouTube этот не откроется, потому что он уже устарел. Чтобы зайти в YouTube, надо зайти в браузер. Капец, если здесь столько всяких у меня записаны даже концерты. Ну, это с карты памяти. Ну, это с карты памяти, короче, все. Это Super Mario Bros. Надо найти ту мелодию, на которой нету этих. Есть. Давайте трек из GTA 5 послушаем. Это не трек из GTA 5. Где-то я просто вставлял. С прохождением все вставлял. В общем, понятно, что у нас здесь есть. Wi-Fi. Wi-Fi включен, да, Wi-Fi включен. Вот что это горело, оказывается. Что это за номера? Я только распаковал, сразу какие-то номера пошли. Что-то несохраненным осталось. Сколько я уже записываю? 13 минут, понятно. Ну, в общем, вы все поняли. Давайте на этот телефон позвоним. Посмотрим, как работает связь. Сейчас я позвоню. Так. Так, звоним. Сейчас посмотрим, как пойдет звонок. Да? 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 Отлично, связь работает. Все в порядке со связью. В общем, я доволен. Как-нибудь попозже я сделаю обзор на этот телефон. На этот телефон действительно... Ах да, мы же камеру не посмотрели с вами. Как же без камеры-то? Здесь автофокус имеется. Отлично. Сделали снимок. Прикольно. Ладно. В общем, всем спасибо, что смотрели это видео. С вас лайкосы и подписосы, а с меня эпичные видосы. В ближайшее время... Нет. В ближайшее время я сделаю обзор на этот телефон. А пока что всем спасибо за просмотр. Как я уже сказал... Всем подписывайтесь на мои запасные каналы и на группу ВКонтакте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok